Руслан, расскажи про нашу выставку. Давайте лучше я расскажу. Почекайте, девчина симпатичнейшая. Спасибо. Здесь происходит выставка в объективе Майдан, которая объехала уже восток Украины. Ее куратор Руслан Абсурдов, который может очень много рассказать о судьбе самой выставки, которая проходила в Луганске, Харькове, в Донецке, во многих городах восточной Украины. А сегодня эта выставка приехала в Киев, которую можно посмотреть. В ней принимают участие фотографии восьми фотографов. Здесь совершенно разные. От моментов, горячих моментов на Майдане до улыбчивых лиц. В общем, вы можете увидеть разный Майдан. Пане Руслане, абсурдов. Это ваше псевдо или ваше произведение? Если вы начнете меня бить, я достану свой паспорт, и там будет другая фамилия. То есть это ваше псевдо? Вы, как настоящий революционер, имеете псевдо? Когда я достаю визитку с таким именем, возникают только две реакции. Один читает абсурдов, засовывает задницу куда-то и больше никогда ко мне не обращается. А второй начинает идентифицировать. Что-то интересное, надо сходить посмотреть. Поскольку я фотограф, для меня это очень важно. Я работаю с теми, кто мне интересен. Я работаю с теми, кто мне интересен. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня в война, сегодня в война, сегодня в война, и в война, что она будет отступать. Особливо в этой моменте, что в войне, в войне, в войне, в войне, в войне. Багато у вас взагалі з революцией фотографий? Так. Яка кількість приблизно? Ну, я не знаю, я их не рахую. Их дуже багато. А скрізь бували, где было горячее? Ни, не совсем. Были часи, когда меня не было в Украине. Важко быть фотографом на революции? Ни. Не важко, абсолютно. Вы профессионерка теперь уже? Не знаю, я не знаю, что значит профессионерка. Я знаю, что таки потяг из середини, я знаю, что таки слова сердца, которые потом вливаются в фотографии. Это я знаю, что таки профессионерка, я не знаю. Украинский народ сотнями годов борется против навали чужинцев. У вас какое впечатление, что это когда-то прекратится? Конечно, прекратится. Украинцы гидные. Украинцы могут выбрать свое право жить свободно, без старших братьев. Это уже совсем скоро. Воно уже почти реализировалось. Уже почти весна? Украинцы почти весна. Мне показалось, что он больше как обновленный. А после? С брюссельским генством працелав. Ну да, там за три дни повторишь такие евро. А если бы не у нас в жизни так посчастило. У меня не посчастило, у меня другие. А я от этого не знал. У меня так, я тоже, я сестра. Скажите, пожалуйста, у вас в ухо пробитие на знак протеста? Нет, не в нижнем разе. Это еще было задовго до всех этих дуновинь. А какая практичная ценность таких отварей? Практично насправді жодно. По сути, было очень давно, когда я занимался рок-музикой с друзьями. Все были в татуировании, в пирсинге. Ну и меня эта участь так же не уминула. Наразі я занимаюсь парашютным спортом. Инструктори постійно обіцяють, когда буду вистрибувати, я как-то меня карабином споймати за вухо. Это максимум. А на революции бывали? Конечно, я был фотографом, работал на немецком-бельгийском видании. Был на Грушевском 16 грудня, потом 18 сечня на Институтском. Ну и постоянно в этот час был на Майдане и там и тут, поэтому можно сказать прямая активная участь. Есть на выставке ваши фото? Да, конечно же есть. Можно увидеть и портреты, и фотографии Палача Грушевского. И это лишь одна из выставок. У меня сейчас еще 5 по разных странах ездят так же. Поэтому, слава Богу, очень надеемся, что это привернет достаточно внимания к этих информационных событий. Мы очень надеемся на поддержку международного, потому что сейчас я не вижу, как можно было бы решить все правильные вопросы самостоятельно. На жаль. Здесь есть пол на боксе. Там есть база в Майдане. Мы уже бегаем. В Майдане и Рио. Они сказали, что мы должны идти. Можно мы просто возвращаемся к этому? Ты возвращаешься? Да, да, абсолютно. Я думаю, что в Майдане и Рио. Спасибо. 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 Спасибо.